В рамках дискуссии у нас остался без вопросов профессор Пушеду. Я хочу вот ему один вопрос задать, немножко развить вот ту тему, которую он затронул по одевантной терапии. Какое ваше мнение? Вот всё-таки, вы так вскользь сказали об этом, но я хочу вот сакцентировать на этом. Если мы, например, выполняем резекцию ротоглотки и делаем лимфодисекцию на шее, к нам приходит подтверждение, что в области первичного очага выполнена радикальная R0 резекция, а на шее есть показания для лучевой терапии, всё-таки нам нужно облучать первичную опухоль, зону первичной опухоли или нет? Нет, я думаю, что цель трансорального доступа заключается в том, чтобы вы были как можно более радикальны в зоне первичной опухоли. И, соответственно, вы можете иметь какие-то факторы риска в шее, но лучевая терапия, одевантная терапия должна быть предоставлена только на зоне шеи. И орефаринг здесь не должен быть затронут, поскольку есть отрицательные поля, то у нас никаких крупных факторов риска на зону Т нет. И, соответственно, лучевая терапия в зоне Т, если вы добавляете одевантную терапию, и если у нас нет факторов риска в зоне Т, то пациент может получить осложнение от лучевой терапии. Он может вам задать вопрос, зачем вы меня отправили на что-то такое, что не требовалось руководствами. Вот это один из тех аспектов, которые вы должны принимать во внимание. Я прошу прощения, не в микрофон, к сожалению, у нас комментарии. Не в микрофон комментарии. Все образцы, которые вы видели, они должны, прежде всего, множественные срезы должны быть заняты, как эксцезионная биопсия. Они больше гораздо окрашивания сегодня делают, иммуногисты химии проводятся. Соответственно, они могут выявить абсолютно всю, переневральную инвазию в полях, в краях резекции. Соответственно, очень четкое исследование. Это ключевой момент для определения, добавляем мы одевантную терапию или нет. Да, безусловно. И с патоморфологами. Мы все сделали радикально. Современные клинические рекомендации позволяют нам выполнять, проводить один метод лечения, то есть только операцию на области периодичного очага, а не комбинированное лечение, вот при раке ротоглотки. Я понимаю, что это не касается Т1 опухоли, это больше в сторону Т2, Т3. Да, нужно принимать во внимание, конечно, один метод. Если вы радикально отработали на шее, то, конечно, шея – это сложная область. Т2 в аэрофарингеальной зоне, она дает множество метастазов, но, конечно, все очень зависит еще от гистологии. Если нет показаний для лучевой терапии на шее, и вы радикально сделали операцию, то, соответственно, тогда можно считать пациента излеченным. Конечно, нужно за ним наблюдать, и у вас должна быть возможность проведения химолучевой терапии для потенциальных рецидивов. И также есть еще один момент, о чем нужно подумать, если вы проводите лучевую терапию, например, в случае, если есть анадин, например. Если отсутствуют узлы на контролитеральной стороне, я иногда во время шейной диссекции я провожу только на втором уровне контролитерной стороны, поскольку лучевой онколог, он может сохранить лучевую терапию, сохраняя слюную железу, и вы можете провести лучевое лечение, сохраняя слюной железы с другой стороны, поскольку это очень важно для качества жизни пациента. Если требуется лучевая терапия, нужно подумать о возможности органосохраняющего облучения с контролитеральной стороны, поэтому иногда мы проводим, вмешается только на лимфоузлах с контролитеральной стороны, и далее мы используем органосохраняющие облучения, органы, не повреждающие облучения. Продолжение следует...